Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы говорим об Израиле. Это не просто кусок земли, а страна на данный момент. Она не всегда была страной. Это исполнение многих библейских пророчеств. На восточном краю Средиземного моря есть небольшой кусочек земли, страна Израиль. Там живет 6 миллионов евреев и миллион арабов, граждан Израиля. Это маленькая страна, которая привлекает к себе непропорциональное внимание в мире. Но это исполнение слов Бога, которые он сказал в начале бытия Аврааму. Эта страна важна для нашей веры. Если вы не знаете, что происходит с Израилем, то вам тяжело будет понять верность Божью и его обетование для нас. Мы говорим о церкви, а не о деноминации, здании, стиле архитектуры, форме поклонения или дне недели. Церковь с большой буквы включает в себя всех людей из всех народов мира, рас, языков и племен. Это люди, которые признают Иисуса из Назарета Мессией, приняли Его как Господа и служат Ему как Царю. Если вы не участвуете во всех трех вещах, то вы находитесь за пределами Царства Божьего. Вы можете присоединиться к церкви, но не быть последователем Христа. Да, вы даже могли признать Его Господом своей жизни в какой-то момент, но если вы не служите Ему как Царю, то я переживаю за ваш статус в Царстве. Церковь — это люди из всех уголков планеты, независимо от их стиля и языка, которые признают Иисуса Христом, Господом и Царем. Библия называет народами группы людей на планете, которые следуют порядку этого мира. Бог использует народы ради своих целей. Он призывает своих людей из народов. Он призвал евреев, чтобы они стали посланием для народов. Из всех народов Он собрал свою церковь. Вы должны жить, осознавая, что Бог делает среди иудеев, среди Его церкви и народов. Кроме того, мы должны понимать, что Бог движется в истории. Он — не теологическая идея, которая затрагивает ваше будущее и вечность. Если вы не можете довериться Богу, положиться на Бога сейчас в своем пути под солнцем, то как вы можете доверить Ему вечность? Это нелогично. Если вы не верите, что Бог сделает вашу жизнь во времени лучше, то почему вы думаете, что Он сделает вашу жизнь вечности лучше? Вы должны признать основы этого конфликта внутри. Подобный конфликт есть в каждом из нас. Мы говорим о том, чтобы взывать к Богу и служить Богу. Мы говорим «нет нечестию» и «да благочестию». «Нет аморальности» и «да библейской морали». Мы должны осознать, что внутри каждого из нас идет эта борьба, даже у проповедников. Когда мы говорим «да благочестию», мы говорим «Боже», я верю, что полагаясь на Тебя, меня ждет лучшее существование как во времени, так и в вечности. Мы поступаем нелогично говоря. Я не верю, что Бог обеспечит мою жизнь во времени, поэтому выбираю аморальность, жадность, похоть и плотские утехи, потому что это приведет меня к чему-то лучшему, но я доверяю Богу в вопросе вечности. Вы видите непоследовательность в этом? Когда вы понимаете, что внутри вас идет борьба, вы говорите «Господи, прости, я хочу обратиться к Тебе, хочу почтить Тебя», это происходит постепенно, по шагу за раз. И вскоре вы оказываетесь в месте, которое так далеко от Божьего взгляда. Мы не первое поколение, которое столкнулось с этим. Это история Библии. Это история из данной книги. В книге «Судей» мы часто читаем об этом. Если вы читаете Библию с нами, то заканчивайте книгу про Липомену. Мы прочитали про последнего хорошего царя Иерусалима. Грядет разрушение, идут в Вавилонине, но город будет уничтожен. Их богатство исчезнет, они станут рабами в чужой стороне. Потому что удалялись шаг за шагом от Бога. Можете не сомневаться, что они считали, что выбирали что-то лучшее. И эта же битва идет сегодня и в наших сердцах. Это битва за нашу страну. Следование за Христом, библейское определение брака, сексуальности, семьи. Все это не устарело. Это было задумано так, Творцом. Но это непросто. Есть другие силы и голоса внутри нас, которые зовут нас на другой путь. Нам нужна решительность, воля. Если мы будем игнорировать это, Божий суд придет на нас. Не из-за нечестивых, а из-за безразличия верных. Бог движется в истории. Вот о чем я говорил. Израиль. Книга Иезекииля, 36 глава. Бог говорит, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою. И вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. И будете моим народом, и я буду вашим Богом. Это Божие обетование евреям. Это провозглашение не их достоинства, но суверенности Божьей. А знаете, что это означает? Это означает, что Бог может делать, что захочет и когда захочет, и ему не нужно чье-то разрешение. Бог суверенен над землей и всем, что на ней. Ему не нужно голосовать или советоваться с кем-то. В бытии он сказал Аврааму, «Я навеки даю тебе и твоим потомкам эту территорию». И когда он голосует иначе, Бог не паникует. Когда собирается совбес, небеса не паникуют. Это совбес должен паниковать, когда выступает против того, что говорит небо. Семь раз в этих стихах Бог говорит «Я». «Я выведу вас». «Я соберу вас из народов». «Я очищу вас». Обратите внимание на порядок. Он говорит «Я соберу вас из народов в вашем нечестии». «Я соберу вас даже несмотря на ваши грехи». «Я начну очищать вас». Это наша история. Бог призвал нас, когда мы были во тьме. Он призвал нас, когда мы не были заинтересованы в нем. Это его шаблон. «Я уберу ваше каменное сердце и дам вам свой дух». Несмотря на то, что делает мир, Бог говорит о том, что Он сделает. Вы можете рассчитывать на него. Когда мы читаем о Божьих планах на конец века, это случится. Вам стоит собраться. Вы должны оказаться на нужной стороне. Израиль также показывает нам, насколько непросто быть с таким народом. Бог говорит «Вот что случится». «Я сделаю это для вас». Вы читаете и думаете, что это будет пикник, прогулка в парке или поездка в Диснейленд, как минимум. Бог просто сделает это для нас. Да, Бог восстановил иудеев в их наследии. Мы наблюдали за этим на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1948 года. Если вы не знаете, то это было непросто. Я говорю о процессе перехода к тому, каким вас видит Бог. Если вы искали Господа, отдавали Ему свое сердце, шли за Ним, то знаете, как непросто бывает держаться за Него и возрастать в Нем. Он может наказывать вас. Да, может. Показывая определенные проблемы в вашей жизни. Нам не нужна очищенная история нашей жизни. Она нам не поможет. Запомните. Не поможет. Слушали про послание к римлянам? Оно в Новом Завете. Это один из лучших примеров христианского богословия. Это чудесная книга. Она рассказывает нам о том, что происходило в Ранней Церкви. К тому времени, как было написано послание к римлянам, христианство пришло в Рим. А вот почему Павел пишет послание Церкви в Риме. Но в тот момент Церковь в Риме столкнулась с вызовом. Павел открыл Церковь в Риме, как и в других местах на базе синагоги. Он проповедовал о том, что Иисус был Мессией. Большинство лидеров ранней Церкви вышли из еврейской общины. Христианство началось как секта иудаизма. Были фарисеи, саддукеи, ессеи, зелоты. И была группа людей, которая верила в то, что Иисус из Назарета — Мессия. Они были последователями пути. Это был один из вариантов иудаизма. Мы понимаем это. То же самое есть и в протестантизме. У нас есть методисты, пресвятыриане, Церковь Христа, Пятидесятники. Все они находятся под одним течением. Лидерами домашних церквей в Риме были в основном евреи. Император Клавди выгнал евреев из Рима. Им запретили жить в городе. Это не первый случай изгнания евреев и не последний. Христианская община Рима потеряла своих лидеров. Спустя некоторое время при новом императоре евреям разрешили вернуться. И когда они вернулись, у христиан Рима появилась новая структура власти. И знаете что? Они не захотели прислушиваться к евреям. Послание к римлянам показывает нам отношения между двумя группами людей, которые принадлежали к церкви. Мы видим аргументацию их споров. Первая часть к римлянам касается верующих иудеев. У них богатое наследие, они потомки Авраама, Исаака и Иакова. У меня есть друзья, израилетяне, и когда они говорят о Еремии, то говорят о нем не как о странном персонаже из Библии, а как о дяде и Еремии. Для них это не теория. Прислушиваются ли они к его словам или нет, это другой вопрос. Но они верят. Когда церковь началась, нам была нужна сила этих верующих евреев. Они столкнулись с серьезным давлением. Послание к римлянам, третья глава. Павел задает вопрос верующим евреям. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Обрезание было внешним проявлением вашего посвящения иудаизму. Его ответ — великое преимущество. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Благодаря евреям у нас есть Писание. Вы понимаете, что мы в долгу у них? Римлянам, третья глава, девятый стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Каким был вызов для еврейской общины? Они считали себя лучше не иудеев. Наша родословная лучше. Мы лучше исполняем правила. Похоже на современное христианство, да? А знаете, в чем суть религиозных правил? В ваших правилах есть смысл, а у остальных они глупые. Подумайте об этом по дороге домой, и вы все поймете. Та же глава. 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Вы не можете хвалиться тем, что соблюдаете правила лучше других. Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Можно ли соблюдать правила и попасть на небо? Нет. Мы оправдываемся верой. Это было непростое послание для людей, жизнь которых была сфокусирована на соблюдении правил. Равинистический иудаизм это следование правилам ради угождения Богу. Это одно из самых явных проявлений духа антихриста в современном мире. Вы можете любить иудеев, не обращаясь к правилам. Вы должны быть осторожны. Это сильный дух. Я праздновал еврейские праздники и знаю многие еврейские традиции. Я ценю их, но я не отдаю им свое сердце. Они не делают вас более сознательным последователем Христа. Они открывают вам историю нашей веры и традиции, но будьте осторожны. Они могут наполнить вас гордыней и направить на путь разрушения, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою. Независимый отдел закона. Так неужели же Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Он говорит, Бог не решил отступить и оставить свои принципы. Десять заповедей не были отменены. Бог не сказал, идите и прелюбодействуйте, убивайте, поклоняйтесь идолам. Божий характер не изменился. Изменился путь нашего оправдания перед Господом. Это вера. Верой. Закон должен был показать нам, что мы не можем заслужить праведности. А вторая часть послания к римлянам обращена к верующим язычникам. У них была своя гордыня. Римлянам 11 глава, 1 стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Он задает этот вопрос, потому что евреи вернулись назад, а язычники не хотят их. Павел говорит язычникам, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Перевод звучит немного мягче, чем оригинал. Там стоит самое сильное отрицание. Боже упаси! Ибо и я, израэлицианин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание? В повествовании об Илье, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и мои души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед вам». Павел говорит, «Мы не впервые видим, чтобы евреи отходили от Господа». Если Бог не отверг их тогда, то не отвергнет и сейчас. И Он не отверг их и в 21 веке. Римлянам 11.11. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность, они не приткнулись, чтобы совсем пасть. Так откуда же в христианстве много столетий существует идея о том, что Бог отверг иудеев, потому что они не признали Мессию? Это явно противоречит Писанию. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их, кульминации этого века, станет возвращение евреев в Центр провозглашения истории Иисуса. Вы должны приготовиться к этому, потому что это может обидеть вас. Вам говорю язычникам. Как апостол язычников я прославляю служение мое. Есть много ложных представлений об иудеях в церкви. И точно так же много ложных представлений о христианах среди иудеев. Они ложно представляют, что христианин — это просто христианин, что все мы одинаковые, а мы склонны проецировать то же самое на них. Если ты еврей, то еврей. Но мы понимаем, что в христианском обществе есть огромное разнообразие. Это касается наших убеждений, наших правил в одежде, напитках, поклонениях. В церкви ходит идея о том, что там, где в Библии стоит Израиль, мы можем заменить его на церковь. И это заблуждение. Бог не отверг иудеев. Мы не можем заменить Израиль церковью. Кроме того, мы часто слышим о Двойном Завете, и что евреям не нужен Иисус. У них другой завет. Это весьма привлекательная идея, особенно если у тебя есть друзья среди евреев. И когда они спрашивают тебя о вере, то у тебя будет возможность поделиться о ей. И не нужно делать это агрессивно и унижая. Не делайте этого. Расскажите им о том, во что вы верите. Нам намного проще сказать им, вы не должны верить в Иисуса. Но Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Если вы будете хорошо жить со своими друзьями евреями, то они захотят узнать о вашей вере в Иисуса. Забудьте о евреях. Если у вас есть друзья, сотрудники, которые не почитают Господа и не служат Ему, а вы не говорите с ними об Иисусе, вы вовсе не друг. Вот так-то. Если вы верите, что вечность реальна, что Бог будет судить всю землю, и не заботитесь об окружающих, не рассказываете им о вечности, то вы не можете называть себя их друзьями. Представление о том, что вера живет в церкви пару часов на выходных, после чего мы возвращаемся в мир и продолжаем жить, это извращение христианской веры. Мы с Олей Свет. Прежде чем закончить, я хочу, чтобы вы помолились со мной за мир для Иерусалима. Вопрос не только в городе или его жителях. Молитесь о том, чтобы жители Израиля примирились с Богом. Мир — это не просто отсутствие конфликта. Иисус сказал, «Мир мой даю вам». Жизнь Иисуса была наполнена конфликтами, так что Он не давал нам отсутствие конфликтов. В Евангелиях мы видим Божие присутствие на Иисусе. Вызовы, бури, бесы, болезни и даже смерть не могли испугать Его. И об этом я прошу для жителей Израиля, для нас с вами. Бог дал нам задание молиться за мир для этой страны. Я жил в Израиле, учился в Еврейском университете Иерусалима. Это страна, где царит серьезное напряжение. Это маленькая страна. Там живет 6 миллионов евреев. Они окружены миллионами людей, которые поклялись уничтожить их. Чтобы процветать, там нужно быть настойчивым, идти на жертвы. Все это важно для нас, как для Божьего народа. Мы должны быть настойчивы, видеть, что делает противник, и идти на жертву. Давайте помолимся. Отец, мы приходим, чтобы помолиться за мир Иерусалима. Я благодарю тебя за то, что ты исполняешь свои обещания прямо у нас на глазах. То, что ты обещал Аврааму в бытии, исполняется в новостях. Мы благодарны, что можем быть теми, кто видит силу Божью. Господи, мы молимся за Израиль. Пусть его жители примирятся с тобою. Пусть мир будет в твоей церкви и в Иерусалиме во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С вами пастор Аллен. Мы живем во время бурь. Мы видели ураганы в заливе. Мы оставляли американцев в Афганистане. Видели пожары в Калифорнии. Такое чувство, что куда ни глянь, всюду бушуют бури. Мы подготовили инструменты, которые могут помочь вам в это время. У нас есть книга «Сознательная вера». Это простая книга, которая может стать мощным инструментом в нашей жизни. Если мы не настроимся на результат, то не достигнем его. Большинство из нас рады сбросить пять фунтов, но если мы ничего не будем делать для этого, то не проснемся, завтра худея. Я должен изменить питание и взяться за упражнения. Мы бы хотели больше духовных свобод и стабильности, свободы от тревоги. Но нам нужен путь, чтобы достичь этого. И именно ему и посвящена эта книга. В ней вы найдете десять простых идей, которые помогут вам установить принципы, которые принесут стабильность и свободу в Господе. Мы пройдем их вместе. Я также подготовил сборник «Сто дней веры». Это стодневный сборник, в котором я присоединюсь к вам. Мы будем проводить время вместе, делая шаги для того, чтобы принять Божие благословения на нашу жизнь. К этому сборнику я добавил дневник, чтобы вы записывали то, что Бог делает в вашей жизни. Мы не можем делать то, что делали всегда, и ожидать лучшего результата. Это безумие, мы все понимаем это. Мы не можем просто желать, чтобы зло ушло. Я говорил со многими людьми, и все говорят мне одно и то же, что я могу сделать в это безумное время с ковидом и множеством манипуляций. Мы можем принять решение сознательно искать Бога, как никогда ранее. Закажите экземпляр сознательной веры и пройдите путь «Сто дней веры со мной». Ведите дневник того, что делает Бог, и вы окажетесь в новом месте. Откройте новый уровень надежды и свободы с новой книгой пастора Алана Джексона «Сознательная вера». Она покажет вам 10 способов обретения цели и водительства в вере, отношениях и жизни. Жертвуйте 20 долларов и заказывайте книгу сегодня. За пожертвования в 40 долларов и больше вы также получите дневник, который поможет вам запомнить ключевые моменты книги и применить их на практике. Кроме того, у нас есть бесплатный ресурс. Наша рассылка «Сто дней веры», на которую вы можете подписаться также на нашем сайте. Мы рады, что можем предложить вам эти ресурсы. Они изменили жизни других и помогут вам укрепиться в вере. Заказывайте книгу и дневник на нашем сайте или по номеру, который видите на экране. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова